Лесные славяне Лес является самым распространенным и ярким образом народной демонологии на русском севере, сплошь в лесном крае. Естественно поэтому, что и рассказы о лесах также занимают большое место в северно-русских боличках. В традиции древних славян лес был противопоставлен дому. Дом мыслился как свое безопасное пространство. Лес как опасное, чуждое человеку место. Там обитала нечистая сила. По поверьям, лешие происходят из проклятых людей, умерших некрещенными или похищенных нечистой силой. Считается, что именно лешие уводит проклятых детей, которых мать прокляла. И вообще, лешие опасен для детей. Чаще всего лешие – это существо человеческого облика, но наделенное и реальными чертами. Он может быть выше леса, выше домов, или наоборот, иметь маленький рост, являться как маленький старичок, который выходит с подкорней или из земли. Иногда равен ростам человеку. Леший антропоморфен, и одежда у него вполне людская. Армяк, кафтан, балахон, сапоги, ботинки, кепка, колпак, шляпа. В одежде лешего могут быть красный, зеленый, белый и черный цвета. Это цвета ирреального мира. Появление красного цвета не случайно. Глубинная его семантика – это связь с огнем. И с огнем, как небесным, так и огнем подземного царства. Отсюда противоположность, значение красного цвета. Леший – это цвет жизни, солнца, но это и цвет потустороннего мира, демонических сил. Некоторые черсты одежды лешего указывают на демоническую природу. Так правая пола кафтана запахнута на левую. Лелый лапоть надет на правую ногу, а правый – на левую. Волосы зачесаны налево. Левая сторона в славянской мифологии связана с нечистой силой. По некоторым поверьям, леший никогда не бывает подпоясан. Пояс был оберегом. Снимали его только тогда, когда нужно было вступить в контакт с иным миром. Леший может принимать облик птицы, особенно филина, зайца. Лесной хозяин может представать и неким чудищем огромных размеров, одна нога которого находится на одном берегу реки, другая – на другом. В ряде быличек внешний облик лешего вообще не описывается, так как это образ, недоступный восприятию, неуловимый, к тому же опасный, особенно если в суе упоминать его имя и тем более красочно живописать его облик. Основная функция лешего отражена в его названии – лесной, лесной хозяин. Он бережет, сторожит лес, распоряжается лесными зверями, перегоняет их стадами, пасет зайцев, волков, лисиц, может увезти у охотника собак. Может также обеспечить охотнику хорошую добычу, если тот ходит со статьей, то есть имеет определенное соглашение с лешим. Является хозяином не только диких животных, но и домашнего скота, отчасти потому, что на севере скотину часто пасут в лесу. Именно к нему обращаются за помощью пастухи. Леший дает им отпуск или статью – магические предметы, помогающие собирать скот, например, дудочку или поясок. Иногда пасет скот сам, вместо пастуха. Вместе с тем леший похищает скотину, и тогда ее приходится доставать с помощью колдуна. Об уведенной скотине леший заботится, пасет, дует коров, но может и погубить, о чем узнают также с помощью колдовства. Зло, которое чаще всего леший приносит людям, заключается в том, что он заставляет людей блуждать по лесу. Достаточно чем-нибудь нарушить этикет поведения в лесу или наступить на худой след – лешеву тропу, лишачий переход, чтобы сбиться с дороги. Леший опасен для тех, кто пришел в лес, не спросив на то разрешение у хозяина. При входе в лес принято было проситься «Хозяюшка, помоги мне набрать грибов и ягод и не заблудиться». В лесу нельзя опоминать лешего, нельзя ругать человека словами «понеси тебя, леший». Охотники тоже заключали договор с лешим, они должны были протечь и не больше, чем им разрешил хозяин. В отдельных ситуациях леший оказывается благодетельным по отношению к человеку, помогает женщине рубить трава, помогает пасти скот. Неоднократно встречается сюжет, когда леший нянчит забытого в поле на опушке младенца. Рассказы о забытых на меже младенцах вполне жизненные, так как раньше, уходя в поле работать, женщины нередко брали грудных младенцев с собой. Обычно леший отдает ребенка матери, которая в ужасе прибегает, вспомнив о забытом малыше, и видит, как леший качает зыбку. Именно поэтому одно из табуистических имен лешего – зыбочник. Считая младенца, которого он нянчил своим крестником, леший может сделать ему подарок – пригоняет к дому скотину. Народный праздник День Лешего, или как его еще называют Ерофеев День, отмечается 17 октября. В этот день леший буянит, ломает деревья, шумит, загоняет зверей по норам, и к утру с восходом солнца проваливается нечистая сила под землю, хватаясь за деревья, из-за чего те трещат. Если человек попадется в это время лешему, он утащит добычу в свое царство, чтоб не скучно было зимой одному. Леший является персонажем разных жанров русскоустной прозы, быличек, бывальщины, сказок. Интересно, что все рассказы связаны с определенными людьми и местами, указанными рассказчиками. То есть независимо от сюжета они сообщаются как информация, как свидетельское показание. В настоящее время былички и бывальщины Олешем явно изменили свою функцию и превратились в шутливые рассказы, пародирующие подлинные суеверные мемораты и фабулаты. Очень редко рассказы о Лешем носят характер суеверного мемората. В русских народных сказках Леший фигурирует только изредка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова